Мы продолжаем наши уроки по истории. Я уже в следующих нескольких уроках попробую просто закончить. Я в основном уже пытаюсь просто суммировать историю последних нескольких столетий. Наверное, самые важные события, о которых следует оговорить, это, во-первых, времена погрома Хмельницкого, это я сегодня буду обсуждать, во-вторых, времена Шаббатая Цви, фактически то же самое время, это и послужило, возможно, толчком к тому, что лжемышиах был настолько принят, что после таких страшных событий обычно ожидают Мышиаха, как эти предродовые схватки были, и там уже об этом обсуждают, что не раз уже было подобное, и внутрецы Каббалы тоже, что несчастья перед приходом Мышиаха, которые ожидаются, произошли, а потом, представьте, Мышиах так и не пришел. Выкидыш как бы произошел, что в духовном смысле наверху происходит вроде беременность, духовная беременность с Мышиахом, с душой Мышиаха, если получится, или войдет Мышиах, если не получится, то происходит, наоборот, выкидыш, только страдания еще больше, так это, значит, история Шаббатая Цви, которую нужно будет обсудить. Потом следующие очень важные, наверное, элементы еврейской истории глобальной были, которые мы обсудим на других уроках, это, во-первых, Балшемтовы, движение хасидизма, во-вторых, немножко позже, движение Мусара. Это, на мой взгляд, тоже было своего рода похожим на движение хасидизма уже в литовском еврействе, там, где хасидизм не был принят в той форме, в которой он существовал, но зато появилось движение очень похожее во многом. Ну и потом уже современный мир, движение хасианизма и то, что произошло после этого. Так вот, значит, насчет Хмельницкого. Мое личное мнение, что разница между тем, что произошло в временах Хмельницкого и тем, что происходило до или после, это в основном количественная. То есть люди в те времена были готовы как бы к разным несчастьям, и происходили несчастья подобного типа время от времени. Вопрос только был, что в таком количестве, да, практически по всей Украине, частях Польши современной, да, там границы все другие были, но, в всяком случае, общая подноготная, наверное, всем известно, что был, еврей как бы застрял посередине между поляком и украинцем, да, что часто евреи в этих местах, этим управляла Польша, но реально налог собирал еврей. И вот независимые украинцы, независимые казаки объединились еще и вдобавок с татарами и стали уничтожать все на своем пути. В основном их основной враг, в принципе, был поляк, но для украинцев, да, они хотели независимость, но при этом еврей еще больше страдал, чем поляк, потому что он был реально, попадал под горячую руку, до него легче было добраться, и он реально представлял все то, что они ненавидели в поляках. Мы знаем, конечно, что у украинцев, и у тех украинцев, религия не такая же, как у поляков, это два вида христианства, которые достаточно не любят друг друга, чтобы считаться, в общем-то, разными религиями. То есть православные украинцы и католики-поляки, да, хотя нации похожи, может быть, во многом, в этом случае это славянские нации, но так же, как сегодня бывает, что войны между очень похожими нациями, да, с точки зрения еврея, украинцы и русские очень похожие нации, но сегодня они воюют друг с другом. У них даже и религия, в общем, одна и та же, да, русские и украинцы в большинстве своем и те, и другие православные. Да, это может быть война между людьми, которые похожи. В любом случае, с поляками война была, в том числе, включала какой-то религиозный элемент, но в первую очередь, конечно, страдал еврей, он всегда был наиболее ненавидимый с точки зрения религии, с точки зрения, в данном случае, экономики. Успешный еврей, который собирал налог с украинцев и представлял, да, был реальным представителем польской власти. Вот, и творили они совершенно страшные вещи, Богдан Хмельницкий, Махшимов, делал совершенно жуткие вещи. В каком-то смысле он был хуже Гитлера, но, конечно, ему не удалось столько же людей убить, просто потому, что у него не было таких же возможностей. Гитлер уже существовал в нашем мире, когда существовали технические возможности убить большую часть евреев в тех странах, в которых Гитлер побывал. А польское еврейство почти полностью было уничтожено. Хмельницкий же, он двигался все-таки не с такой скоростью, он не мог закрыть все границы везде, как Гитлер. У него таких же территорий не было, поэтому даже в тех местах, где евреи жили, там, где Богдан Хмельницкий в результате захватил эти земли, это не значит, что все евреи там погибли, потому что многие успели спастись. Было очень много евреев, которые в результате успели убежать просто. Такой возможности с Гитлером не было. Не говоря уж о том, что Гитлер пользовался поддержкой всех народов практически, кроме единиц, которые иногда спасали евреев. В основном народы там, где Гитлер, в том числе поляки, да, и украинцы, все они поддерживали, все они в этом Гитлера... Сами они были жертвами, конечно, Гитлера, поляки тоже были жертвами Второй мировой войны, но евреев они ненавидели. И поэтому получалось, что у Гитлера гораздо легче было запереть всех евреев. А здесь все-таки евреи оказались на одной стороне, да, они как бы оказались вместе с поляками, и поэтому они могли, чем дальше они убегали на Запад или в какие-то другие места, тем больше у них был шанс выжить. Еще Гитлер же, конечно, обманывал, они же не сообщали, что людей будут убивать. Теоретически, да, тех людей, которых везли в Освенцим, они считают, что они на работу едут, что у них там будут, да, просто будут работать на Третий рейх. Но в отличие от этого, да, с Хмельницким никаких иллюзий, никто ни на что не надеялся, что если Хмельницкий дойдет, то шансов выжить почти никаких нет. Но при этом интересно, что в случае, когда предлагали переход в христианство или смерть, евреи при этом в основном выбирали смерть. То есть евреи были достаточно набожные, достаточно богобоязненные, что тоже очень интересно. Это все-таки время уже более позднее, но еще не начался такой отход от Торы, который мы будем говорить позже на других уроках, да, уже более современной истории. Мне кажется, в тот период времени в основном евреи были очень богобоязненные. Поэтому, кстати, можем это видеть из того, что раввины же пытались понять, за что такое страшное наказание. Если изгнание из Испании могли восточноевропейские евреи считать, что это наказание за их слишком уж близкие отношения с нееврейской культурой, в Испании евреи были, большая часть из них была, типа, как у нас сегодня назвали, модерными, ордоксальными евреями или еще менее соблюдающими. То есть были уже определенные люди, в высоком случае, были довольно ассимилированы. Хотя, видимо, такие вещи, как Шаббат и другие запады в основном держали. Но вот в отличие от них, восточноевропейские евреи, когда раввины пытались найти оправдание, не оправдание, а объяснение, скажем так, объяснение, за что вообще такое наказание, то фактически они еще такого не нашли. Единственное, что вот говорят от имени Тосфот Йомтов, как вы, наверное, слышали, что даже молитву специальную установили для тех, кто будет это соблюдать как следует, что они говорили в синагогах. Что и грех был в том, что они в синагоге недостаточно благобоязненно себя вели и разговаривали на обычные темы. То есть вообще в синагоге даже не во время молитвы нельзя разговаривать. Если синагога построена как синагога, то она имеет такой высокий уровень связки, что там нельзя говорить ни о бизнесе, ни тем более просто пустые разговоры, даже не во время молитвы. Сегодня очень многие люди ломают целый ряд запретов. То есть они мало того, что разговаривают в синагоге, они дадут еще и во время молитвы, бывает, что это делают во время чтения Торы, или во время, допустим, в субботу, когда нельзя о бизнесе говорить. То есть бывает, что сегодня делают целый ряд грехов. Я не знаю, на каком уровне грех был тогда. Они просто разговаривали на будничной теме в синагоге, или они это делали еще и во время молитвы. В любом случае считалось, что за этот грех так Тосов и Йомтов, один из величайших мудрецов того поколения, это был ученик Махараля из Праги, и автор комментариев к Мишне. Великих комментариев, которые во всех нормальных изданиях Мишны, стандартных, напечатаны. В некоторых маленьких изданиях напечатаны коротко его комментарии, называется Икар Тосов и Йомтов. Кто-то собрал главный. У меня есть издание, где все Мишнают вообще, все США следы Мишна поместили в один том, и напечатали комментарий Бартинура, и короткие, так сказать, пометки Тосов и Йомтов. Очень полезно, если хочешь быстро что-то выучить, не вдавая детали, просто просмотреть Мишну и главный комментарий. То вот у него там собрали, это как Рашик Хумышу это будет, значит, есть Рашик Хумыша, есть Икар Сифтехахамин кто-то собрал. Вот так же и здесь, да, Бартинура к Мишнают и Икар Тосов и Йомтов. Но главные комментарии Тосов и Йомтов, они очень глубокие, подробные, и там иногда бывают несколько страниц комментариев к одной Мишне, очень-очень сложные и важные комментарии. И он считается, что был на уровне, во всяком случае, чтобы пытаться найти какой-то грех, да, потому что люди всегда, и еврейская реакция обычно, если нас наказывают, то искать за что. В случае Холокоста, к сожалению, грехов было так много, что эту проблему не было найти, за какие грехи. Другое дело, что не все вообще подходят к этому так. Но в основном, если Равин хочет сказать, что поколения перед Холокостом были страшные грехи у поколения, это нет никаких сомнений. Заслужили они или не заслужили таких наказаний, это другой вопрос. И, конечно, про индивидуумов мы сейчас не говорим, когда есть страшные наказания, то обычно это относится и к праведникам, и к грешникам. Это тоже концепция уже с времен, в основном случае, Талмуда, и так выглядит, и Станаха тоже, что страдают вместе праведники и грешники, когда уже слишком много накопилось грехов у целого города, у целого народа. Поэтому с точки зрения вот такого обычного подхода, как я сказал, не все религиозные евреи хотят так подходить к Холокосту, а о Холокосте мы будем отдельно говорить более поздно. Но если так подходить, а это подход многих, во всяком случае, раввинов, то здесь найти грехи, в основном случае, у большой массы евреев того поколения, это несложно. Все знают, что был жуткий отход от Торы и в Западной Европе, и в Восточной Европе, и в Польше, где основная масса евреев была уничтожена. Хотя было много праведников тоже, как я уже сказал, но при этом грешники имели основную силу, и они практически полностью... Собственно, это видно из писания раввинов еще до Холокоста, они, собственно, что-то такое и предсказывали, и видели, что уже полностью в руках ненавистников Торы все практически, и вся сила, и большая часть институтов образования, поэтому надежда на будущее была очень слабой, что евреев много религиозных останется. Хотя уже началось движение Бетьякова, и какой-то немножко, да, какой-то противовес стали раввины в результате предлагать. Ну, движение Бетьякова вообще было сделано женщиной, да, не раввиной в первую очередь здесь, а, как ни странно, да, первой, кому вот эту лавось была женщина, Сара Шнира, до заслуги ее будут для нас, защищать нас невероятно, да. Одна женщина сделала больше, чем все раввины того поколения, как уже признали потом в другом поколении раввины, какая она была, какой она великий человек. Ну, во всяком случае, я немножко отвлекся, я хотел сказать, что в случае Холокоста, если искать грехи, то грехи найти было можно, и если сказать, что в общем отход был жуткий, и остановить его почти не могли раввины, это тоже правда. С другой стороны, если говорить о времени Богдана Хоминицкого и Махшимо, то вроде мы не находим таких уж серьезных грехов, если то святьем, то единственное, что мог найти серьезное, это то, что они разговаривали с синагогом, да, по сравнению с тем, сколько грехов даже сегодня у религиозных евреев, забудем о том, что у нас небольшой процент всего еврейства, да, религиозные евреи сегодня, может, составляют 10 или 20 процентов всего еврейства, да, мы растем быстро, но, по крайней мере, у нас не большинство и даже и не близко, это ясно. Но даже если говорить только о нас, то что у нас, самый маленький наш грех, наверное, это разговаривать в синагогах, у нас столько всего, что мы делаем не так, беванатайну арабиму. Я могу говорить за себя и за то, что я вижу вокруг, без сомнения, мы не лучше поколения Хмельницкого и Махшимо. Поэтому, как бы, найти конкретно, за что такое было наказание, евреи не могли, на мой взгляд, то есть это максимум могли найти что-то, но серьезных этого не было. Я, кстати, интересную вещь хотел с вами поделиться, я еще упомянул на предыдущем уроке, что евреи в основном в Северной Европе и позже в Восточной Европе, они пришли из Германии, да, наши предки, которые жили в основном потом в Польше и позже в России, они в полосе оседлости сначала, да, когда Россия не пускала евреев в главную свою часть, ну, когда отделила часть Польши, то там остались евреи. В общем, все вот эти ашкенадские евреи, эти огромные общины, которые начались, значит, Франции и Германии и кончились потом Польшей, Литвой, Венгрией, ну и, соответственно, позже Белоруссия и Украина и в разные времена. Ну вот во время Хмельского Украина опустошена была, потом снова заселилась евреями. Так вот, все эти евреи, да, на мой взгляд, в основном были очень религиозными и набожными в то время, и богобоязненными. Так вот, я хотел сказать интересный вроде противоречивый факт, который пишет Ритва. Я когда-то это видел, и недавно, может быть, Мина Шамай получил, что как раз вот, когда готовил другой урок к недельной главе, я обсуждал там Митсву Тохеха. И там вот Ритва пишет от имени какого-то, говорит, Ашкенадского раввина. Если бы он писал про своих сефардских евреев, я бы еще не удивился, потому что, как я сказал, в Испании во время Ритва уже был определенный отход. Но он пишет именно от имени Ашкенадского раввина, и это меня очень удивляет, что, говорит, то, что есть определенный случай, когда Талмуд не заставляет людей упрекать, что раввины не обязаны упрекать людей, которые не очень соблюдают, при каких-то обстоятельствах. Есть много законов, деталей, и это подробно на сегодняшнем уроке. Я как раз сегодня сделал этот урок по главе Ваякель. Я обсуждал, когда не обязательно упрекать, когда обязательно упрекать. Но вот там пишет Ритва от имени какого-то Ашкенадского раввина, как он говорит, что какой-то большой мудрец, причем я подумал, может, он переехал в Испанию хотя бы, так нет, может, он и переехал, но он цитирует именно раввинов, великих раввинов ашкенадских, поколения Роша, как он говорит, поколение учителей Роша, что, говорит, Рав Гадольми Ашкеназим просвидетельствовал от имени своих раввинов французских, и в том числе, ну, это на самом деле немецкие, но Франция и Германия тогда была для нас одной и тоже, в частности от Ри и Рабимейер из Ротенбега. Если Ри имеется в виду Ри Балтософот, то это еще раньше даже. Это, получается, правнук Раши, то есть лет так 800 назад. Рабимейер из Ротенбега жил позже, лет так на 100 с чем-то, может, почти на 200 лет. Это уже учитель Роша, и последние, может быть, 200 лет решением. Ну, во всяком случае, предположим, я не знаю, 13 век. Так вот, что от имени своих ашкеназских раввинов он свидетельствует, что то, что сказано в Талмуде, это только было в их поколениях. А в нашем, говорит, поколении, что люди мягкие во многих вещах, мы, говорит, должны сделать саяк для Тора, сделать как бы особое ограничение в Торе, то есть более строго забор вокруг Торы сделать. И даже если они ломают запреты раввинов, мы должны их наказывать и должны останавливать их, брать с них в штраф, пока они не будут ломать, ни случайно, ни специально. И, говорит, так написано в Медраше Ярушауме. Не знаю, что за Медраш имеется в виду, но это очень интересно, что Ритва это приводит, и его процитировал потом Шитами Кубецит, потому что получается, что, согласно Ритва, от имени мудрецов имена ашкеназских, в их поколении многие евреи ломали заповеди слишком, что нужно сделать специальный саяк для Тора, потому что слишком много Микелимби в Камо-Дворим, они слишком много были мягкие, с множеством вещей, с целым рядом, да, Камо, с несколькими вещами, они слишком мягкие, поэтому нужно их останавливать любой ценой, даже если они только раввинские запреты ломают, неважно, думаем ли мы, что они ломают случайно, и будут ли они нас слушать, все нужно стараться и наказывать их, и к нас брать, да, то есть штраф. И это, казалось бы, очень удивительно, в особенности, если я прав, что в основном люди были очень набожные в те времена. Поэтому мое личное мнение, может, я не прав, это все в отношении истории, это догадки, я уже говорил не раз, мы как фантасты только пишем не про прошедшее, не про будущее, а про прошедшее. Но у меня предположение, что это не было таким уж плохим поколением, как может показаться из этих слов, что они целый ряд вещей ломали, он же говорит про именно раввинские запреты, в этом основное различие между раввинскими запретами Торы, что нужно останавливать, что не нужно. И разумеется, что то, что не написано в Торе, тоже считается в этом законе как раввинские. Так вот, что за несколько вещей, в которых они были мягкие? Я думаю, что это просто был какой-то очень строгий раввин, и не исключено, что он действительно любые вещи, которые люди сделали не совсем так, считал, что нужно всеми силами их останавливать. Мы знаем, что было несколько вещей, которые Тософот, например, приводит, что на Хагу, да, люди привыкли делать не как Талмуд, и обычно Тософот как раз и ищет им оправдания. Или говорят, что мы их не останавливаем, потому что они все равно слушать не будут. Один классический пример, это вот то, что Талмуд запретил женщинам выходить на улицу с украшениями в субботу, так что мы боимся, что она покажет подружке. И по некоторым мнениям это относится, кстати, и в местах, где есть эйров, вообще нигде нельзя. Другие считают, что там, где есть эйров, можно. Но, во всяком случае, там, где нет эйрова, нельзя выходить, вдруг покажет подружке и потом пронесет четыре амота. Так вот, некоторые пытались найти оправдание женщинам, которые так делают. Наверное, многим женщинам кажется, что это слишком сильная гизера, слишком строго это все. И они пытались найти оправдание, что наши женщины особенно не показывают подружкам свои украшения, они уже привыкли к украшениям, не то, что они будут только надели новое какое-нибудь кольцо или что-то, сразу всем будут показывать, что ли. Для них это привычная вещь. Или говорили, что в наше время нет вообще решута рабим в городах, поэтому максимум... Это как гизера или гизера. Максимум, если она пронесет, то сломает только дробон. Может, в такой ситуации раввины не делали гизеру. И еще разное оправдание. Но одно из оправданий было в том, что на самом деле не оправдание, а просто, что мы их не останавливаем, потому что они все равно слушать не будут. И это то, что Ташуханарах приводит как один из вариантов, что те, кто даже не нашли никаких оправданий, все равно считают, что мы их не останавливаем, потому что они нас все равно слушать не будут. Так вот, может быть, про такие вещи этот строгий раввинушки-насский считал, что нужно их тоже останавливать. И еще, может быть, была пара вещей. Есть несколько вещей, которые в Талмуде запрещены, но в основном раввинские запреты. Давать неевреям, например, процент, что будешь за ним бегать потом и учиться от его дел Продавать неевреям больших животных, на которых можно пахать Боимся, что, опять же, продаст близко к субботе, животное узнает его голос и будет пахать из-за него В общем, какие-то запреты, которые казались людям, видимо, слишком уж строгими И они их игнорировали Иногда можно было найти какое-то оправдание, иногда просто говорили, что лучше промолчать Так вот, может быть, про такие вот вещи, он говорит Потому что иначе я не представляю себе, какие у них еще были серьезные запреты, которые они было мали Это же тогда должно было быть в писаниях мудрецов тех поколений Мы не находим так уж много вещей, с которыми они были мягкие Поэтому я думал, что этот сам раввин был строгий Не потому что люди были слишком уж нерелигиозными, слишком мало соблюдающими Если сегодня, например, часто в общинах, где люди не полностью были нерелигиозными Вообще о нерелигиозных евреях, об этом речь сейчас не идет Как скажем, я родился в Ленинграде, у нас вообще никто ничего не знал про Тору, кроме единиц Несколько было любаческих семей, которые соблюдали Но если, допустим, человек родился, предположим, в Узбекистане Там во многих городах еще что-то соблюдали, немало соблюдали Но все равно большую часть заповедей не соблюдали То есть мало женщин ходили в миг В субботу почти никто полностью не держал, кроме единиц При том, что, в принципе, еврейская жизнь какая-то была Песах был Песах, и синагоги как-то функционировали Но при этом это не было соблюдением на уровне ардоксанки евреев Даже самых модерных Так к чему я себя веду? К тому, что вот Если мы подумаем, может тогда его шкиназим тоже было примерно так Что они что-то соблюдали, но большую часть заповедей игнорировали Как выглядит из слов здесь Ритва от имени этого шкиназского раввина То мне кажется, это не так Мне кажется, что то, что они игнорировали, это были в основном очень маленькие детали Вот как примеры, которые я привел Просто раввин был настолько строгий, что считал, что и это достаточно сильное отклонение И поэтому нам нужно их останавливать Мохим, да, ставили к нас Во-первых, у общин были большие возможности, они могли требовать к нас И, как я уже сказал, из самого факта, что Тос-Вадьемтов не сказал, что Хмельницкий уничтожал общины еврейские За то, что они ломали шаббат, за то, что они ели трефное За то, что они не использовали миквы Или занимались прелюбодеянием Нет, Тос-Вадьемтов, конечно, за то, что они разговаривали в синагогах Окей Да и вообще, из вопросов и ответов раввина в тех временах Можно понять, какие грехи были часты, какие нет Нет сомнений, что такая вещь, как прелюбодеяние Или ломание субботы Почти не существовала И даже когда делали, знаете, есть такой историк немножко Он даже не профессиональный историк, но он пишет неплохо исторические книги Филикс Кандал Я не думаю, что он стал полностью соблюдающим Но у него, во всяком случае, проснулось после того, как он ехал в Советскую Союзу Но в Советском Союзе, кстати, был одним из главных людей Которые делали мультфильм Ну, погоди, наш любимый мультфильм Его, кажется, потом убрали из субтитра Когда показывают, кто что сделал Они убрали, кажется, потому что он уехал Предал советскую власть, уехал в Израиль Но, во всяком случае, у него проснулось какие-то еврейские чувства Он стал писать на еврейские темы В том числе, он написал книгу «Временные события», не многотомник Где описывается еврейская история И в том числе, он тоже признает полностью Хотя, как я сказал, может, он и сам не полностью соблюдающий Но он признает, как совершенно очевидно Что евреи были очень моральные Очень религиозные во все эти времена в Европе, во всяком случае И более того, что даже если человек какой-то грех совершал То он обычно сразу же бежал к раввину И просил как-то Как мне раскается Реви, ему давали обычно В те времена раввины были очень строгие Не как сегодня Сегодня раввин будет только очень рад, что этот человек Хотя бы готов на будущее не грешить Он с него не будет требовать какие-то серьезные наказания На прошлое Тогда люди получались добровольно плети И изгнание, и не ели мясо Посты, знаете, то есть люди Получали от раввина Седр-чувы, который был обычно очень-очень тяжелым И все это исполняли из одного какого-нибудь греха Особенно серьезного греха Если, например, Яцаргара его так завладела им Что он переспал, скажем, с чужой женой, Хас Вишавом То после этого делали дшуву много лет Очень сложную дшуву И это все было очень-очень серьезно Но, как я сказал, эти вещи происходили очень редко И с этим согласен Кандал, который, как я сказал Он, хотя он не профессиональный историк Но он много прошел по разным книгам того времени Я могу судить из того, что я читаю Шалот и дшуво тоже Что это не было популярным Но вот была ситуация Это было гораздо позже, правда, уже позже Хмельницкого Еще через век Во время Ноды Бейхуда Когда какой-то мужчина Молодой человек переспал со своей тещей Вот То есть это бывало очень редко Но тоже он там, опять же, пытался раскаяться Получить полную копару И вопрос ставил также сообщать ли ее мужу Что он теперь должен с ней развестись Вот, это основное то, что обсуждает Ноды Бейхуда В таком случае это бывало, но очень редко И, как я сказал, это скорее было исключение, чем правило И, без сомнения, эти люди были лучше нас Но уж точно не хуже нас И поэтому, я считаю, Тос Вот Йомтов Ничего не нашел такого уж серьезного В общем, в еврейской общине Всегда бы есть индивидуумы, которые что-то ломают Но, в общем, еврейская община была достаточно хорошая И поэтому пришлось заключить, что их основной грех был в этом Опять же, почему, на самом деле, Всевышний наказал, это никто знать не может И я уверен, что и Тос Вот Йомтов не утверждал, что он на 100% знает, за что Всевышний наказал этих людей Дело же не в этом Дело в том, могут ли раввины, во всяком случае, в этом мире На то Всевышний дал нам Тору, чтобы раввины пытались разобраться, насколько это возможно И пытаться хотя бы понять У нас пророков сегодня нет, чтобы сказать, за что Всевышний наказал наш народ Вот, так вот, если мы видим, что раввины нашли самые большие грехи Это были сравнительно маленькие грехи Значит, во всяком случае, основных грехов у евреев не было Вот Сколько людей погибло во время этих жутких убийств хименистского? Ну, это зависит от того, кого вы спросите Здесь разные подсчеты Каких-то еврейских строчек, как говорится, до 100 тысяч Это все равно, казалось бы, ничто по сравнению с Холокостом Но, во-первых, евреев тогда всего было меньше Хотя не настолько меньше Опять же, миллионы евреев уже жили в Европе В Восточной Европе оценивается, что больше миллиона жило Да, ну, поэтому умерло Процент все равно умер меньше, чем во время Холокоста Но я уже сказал, что у Гитлера просто были другие методы, как ловить евреев И тем более, что многие евреи не осознавали просто, что гетто – это значит смерть Да, они сначала заходили в гетто, потом ехали на поезде Их везли в жутких условиях в Освенцам И потом сразу же убивали 90 или 95% тут же в газовой камере Я же не говорю, что на Украине там вообще никого в живых не оставляли Да, Баби, Яры, подобных местах там просто всех перестрелили Поэтому те, кто остались живы, это было просто чудо-чудес Там несколько человек выжило как-то Но вот в Освенцаме там был какой-то процент небольшой, который остался в живых Многие потом умирали даже, если их сразу не отправили в газовую камеру Но, во всяком случае, какой-то небольшой процент остался в живых Их потом освободили русские армии А Бухенвальд, кажется, да, освободили американские армии Там разные лагеря, разные армии освободили И осталось... В каждом из них осталось небольшое количество евреев Хотя был приказ, вроде бы, при каких-то обстоятельствах Они хотели даже остатки евреев перебить немцы Но удалось... Я же не буду даваться в детали, что предполагается Но удалось, в основном случае, сохранить эту шарит, оплита Этих единиц, которые выжили в лагеря смерти Но там выжить, конечно, было почти невозможно Вот С другой стороны, у Хмельницкого, да, из его рук вряд ли кто-то выходил живым Но зато большая часть евреев просто заранее убегала просто И поэтому многие евреи оказались в разных местах Но мы знаем про целый ряд к долям, которые именно во время Хмельницкого им удалось убежать Кстати, тех, кого ловили татары Вроде бы выглядит, что они их не убивали, а продавали, как слуг А потом уже это в восточных странах, в основном наши сифарские братья нас выкупали То есть очень много евреев таким образом спаслось В результате, что татары, они были более прагматичными И, может быть, у них не было особой ненависти к иудаизму больше, чем христианство или к другим религиям А во всяком случае, они евреев не ненавидели так уж там Они работали вместе с Хмельницким для своих целей Какую-то выгоду с этого имели Но в том числе евреев они просто перепродавали И в сифарских странах, да, в восточных странах Было очень много богатых людей В результате из туда попадали евреи Их выкупала еврейская община И так спаслось немало евреев Тех, которых захватили татары, а не украинцы Поэтому в результате после Хмельницкого Даже если верить самым большим источникам, которые наибольшее число евреев предполагают убитыми Все равно это было по количеству, может быть, не так уж и много Ну, сравнительно, опять же, сравнивать с Холокостом, например Но это было одной из величайших трагедий в нашей истории В таком случае, в таком количестве сразу целые общины Сотни, может, больше сотни общины Вся окраина стала чистой от евреев Вот то, что Гитлер в свое время пытался сделать в странах Когда приходила немецкая армия То вот удалось сделать Хмельницкому запросто Потому что там больше евреев не было на какой-то период времени Но позже евреи снова заселились в Украину, как я сказал уже Кстати, еще разница между украинцами и немцами Что немцы не имеют никакого города в честь Гитлера Если есть отдельные неонацисты, то это единицы Но немцы, во всяком случае, признают, что Гитлер был злодеем А Богдан Хмельницкий, он великий лидер для украинцев И сегодня они ему посвящают памятники И город целым его именем назван В общем, получилось, что они никогда не признали Что это был жуткий совершенно убийца То, что для нас Гитлер и Хмельницкий Они на одном, в общем-то, в одной категории абсолютно Только количественно, может быть, различаются Потому что у Богдана не было таких возможностей А то мучило евреев гораздо больше У Гитлера уничтожение было, ну, если можно так назвать, сравнительно безболезненным То есть газовые камеры, человек сразу же отключается А потом его тело сжигает Мы его не живем, скажем, сжигает А были евреи, на которых какие-то эксперименты проводились Но это было меньшинство А Богдан, он именно издевался и мучил И пытался всячески, да, он именно был извек и садист Они такие страшные вещи делали, что я так не хочу это повторять Те, кто это читали, уже знают Те, кто не читали, лучше и не читать Это совершенно страшные, жуткие вещи, которые делал Богдан Хмельницкий и его армия казаков диких Вот, поэтому то, что происходило тогда, это было просто жуть Даже умереть спокойно не могли евреи Вот, это было как средневековье или еще хуже В общем, вот это вот был период, как нас назвали Гизеры Тах и Тат Их назвали по годам, когда это происходило 408-409 год То есть имеется в виду 5-6 тысячелетий То есть 5 тысячи, дальше только У нас же не говорят про тысячи обычно Только сотни помнят Поэтому говорят Тах и Тат 408-409, это вот были годы, когда перерезали большую часть Ну, не больше, но какую-то часть европейского Восточноевропейского еврейства Не большую часть Был все время пост, который еще долго отмечали И до сих пор некоторые постятся Сделали 20-го Сивана в память об этом Это был один из дней резни Но там нету, так сказать, да Одной только даты знаменательной, страшной Но взяли один из дней страшных Когда много евреев погибло 20-я Сивана Для тех, кто знает про этот пост Вот, кстати, многие вроде бы из этих страданий Еще происходили именно во время сферы Поэтому многие европейские евреи Принося какие-то большие строгости в сферу И большую длину, так сказать, сферы соблюдать Чем буква закона Вот, это то, что я хотел вам на сегодня рассказать А уже то, что это привело к лжемашиху Шабата Ацви И что там точно произошло Из того, что нам сегодня известно Это я хочу обсудить на следующем уроке